Вспомним от Жанского фото соленые славные летние дни. С чемоданами и сумками наперевес, большими плакатами и даже своими касками. Вот так сотни бойцов студенческих строительных отрядов приезжают в Озерск. Еще несколько часов назад они ехали в поездах из Воронежа, Казани, Хабаровска, Краснодара и прибыли на маяк, чтобы на протяжении двух месяцев помогать предприятию в благоустройстве и многочисленных стройках. Вперед иди под звонки так, студент трудяга из МАДИ. И теплый, светлый, как янтарь, храни огонь в своей груди. Практически все строитряды в сборе. Более 700 бойцов из 26 регионов России здесь, в Озерске. Многие уже оформили документы и вышли на работу. В этом году бойцы строитрядов будут работать во всех ключевых подразделениях маяка. На реакторном, химико-металлургическом, химическом и других заводах предприятия. А это видео сняли сами строитрядовцы, информационный центр маяка, экскурсия с рассказами о истории и производственных тонкостях работы предприятия. Экскурсия – это обязательная часть первых дней пребывания строитрядовцев в Озерске. Маяк для многих бойцов уже стал практически родным местом. Некоторые из строитрядовцев приезжают сюда уже и во второй, и в третий раз. Маяк в строитрядовском движении – это одна из флагманских строек, куда стремятся попасть почти все строительные отряды Российской Федерации. Это связано с тем, что здесь наиболее комфортные условия проживания, работы, питания. И плюс здесь собираются самые сильные студенческие отряды. Официальное открытие летнего трудового семестра для бойцов студенческих строительных отрядов в Озерске состоится уже 11 июля, а сама стройка закончится лишь в конце августа. За это время атомные строитрядовцы успеют поработать на объектах маяка, а также помочь Озерску в благоустройстве. Артем Шеварин, Алексей Лазарев, информационный центр производственного объединения «Маяк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова